Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня воскресенье, 8 ноября, и в этот день Святая Церковь предлагает для нашего назидания отрывок Евангелия от Луки, глава 16, стихи с 19 по 31. По традиции отец Александр прочитает этот отрывок на церковно-славянском языке. Речи Господь, притчу сию, человек некий, бебогат, и облачавшийся в порфиру и вистон, веселяся на вся дни светло. Нищ же бе некто именем Лазарь, и же лежаше пред вороты его гноен, и желаше насытитесь от крупиц падающих от трапезы богатого, но и пси, приходящие, облизах угной его. Быть же умрите нищему и не сену бы те ангелы на лоно Авраамле, умре же и богаты, и погребоши его. Его ади возвед очи свои, сый в муках, узре Авраама издалече, и лазаря на лоне его, и той возглаш рече. Отче Аврааме, помилуй мя и пасли Лазаря, да он мочит конец перста своего в воде, и устудит язык мой, як и стражду во пламени сем. Рече же Авраам, чадо помяни, як и восприялась и благая твоя в животе твоем, и лазарь такожи злая, ныне же с дел утешается, ты же страж деши. И над всеми сими, между нами и вами, пропасть велико утвердися, як и дохотящие прийти отсюда к вам, не возмогут, не иже оттуда к нам приходят. Рече же Малютя уба Отче, да послиши Его в дом Отца Моего, имамо пять братьев, як и да засвидетельствует им, да не идти и придут на место сие мучения. Глаголы ему Авраам, имут Моисея и пророки, да послушают их. Он же рече, не отче Аврааме, но аще кто от мертвых идет к ним, покаются. Рече же ему, аще Моисея и пророков не послушают, и аще кто от мертвых воскреснет, не имут веры. Предлагаю, дорогие братья и сестры, прочитать этот текст в русском синодальном переводе. Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и весон и каждый день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий именем Лазарь, который лежал у ворот его в струбьях и желал напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя, лизали струбья его. Умер нищий и отнесен был ангелами на лона Авраамова. Умер и богач, и похоронили его. И в Аде, будучи в муках, он поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его, и, возопив, сказал, «Отче Аврааме, умилосердисье надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде, и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени всем». Но Авраам сказал, «Чада, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь – злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь. И сверх всего того между нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти сюда к вам не могут, так же и оттуда к нам не переходят». Тогда сказал он, «Так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у меня пять братьев, пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не пришли в это место мучения». Авраам сказал ему, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Он же сказал, «Нет, отче Аврааме, но если кто из мертвых придет к ним, покаются». Тогда Авраам сказал ему, «Если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто из мертвых воскрес, не поверят». Евангельская притча о богаче и нищем Лазаре повествует об ужасных последствиях неправильного употребления богатства человеком. Какой жизнью живут два человека, о которых говорится в притче? Богач проводит жизнь в роскоши. Он одевается в порфиру и весон, пышные дорогие одежды и ежедневно питается изысканными кушаньями, совсем не замечая, что у ворот его лежит нищий. Имя Лазарь является латинским вариантом древнееврейского имени Элиазар, которое можно перевести как «Божья помощь». Александр Павлович Лопухин замечает, что имя нищего Христос упоминает с той целью, чтобы показать, что у нищего была только надежда на помощь Божию. Люди его бросили у ворот богача. Этот нищий, покрытый ранами, струбьями, желает всего лишь напитаться крошками, падающими со стола богача, но и это ему недоступно. Никто не сжалился и над его болезнью, никто не перевязал раны его и собаки, облизывали их, препятствуя тем их заживлению. После смерти положение их переменилось. Умер нищий и отнесен был ангелами Налона Авраамова. Так у евреев обозначалось беспечальное состояние праведников, отошедших из земной жизни. Архиепископ Аверкий Таушев отмечает, «Лазарь, как истинный сын Авраама, разделил с Авраамом его посмертный жребий, улучив состояние, полное утешительных надежд на будущее блаженство, ожидающее всех праведников. Лазарь заслужил эти вечные кровы без сомнения своим тяжким и безропотным страданиям. Богать же, строго наказанный за то, что не замечал горе ближнего, был низвернут в ад. И, находясь в муках, видя вдали Авраама и Лазаря на лоне его, богач просит Авраама, «Умилосердись надо мною, и пошли Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык мой, ибо я мучаюсь в пламени семь». Богачу, однако, отказывается и в этом малом утешении. Как Лазарь утешается теперь соразмерно со своим прежними мучениями, так и богач страдает соразмерно со своим прежним беспечным весельем, а между местом блаженства праведников и местом мучения грешников устанавливается непроходимая пропасть, которая соответствует нравственной пропасти, разделяющей тех и других. Познав теперь все безумие прожитой им жизни, богач просит Авраама послать Лазаря предупредить братьев богача, дабы они не следовали примеру его жизни. На что Авраам отвечает, «У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их». Богать же признается, что только необыкновенное явление умершего может образумить их. На это Авраам возразил, что если они дошли до такого нравственного падения, что не слушают голоса Божия, то всякие другие утверждения окажутся напрасными. Нам же, дорогие братья и сестры, необходимо помнить, что в будущем веке каждый получит воздаяние от Бога соответственно тому, как он прожил на земле. Если богатый тратит богатство только на свое удовольствие, не помогая бедным, не думая о вечной участи своей души, то будет осужден и не получит блаженства в будущей жизни. Те же, которые терпеливо, скротостью, безропота переносят страдания и скорби, посылаемые Господом для научения заповедям любви и веры, сострадания друг к другу, наследуют вечную блаженную жизнь в Царстве Небесном. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, неси Господи! Небесно. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...